Как известно, самым простым и эффективным способом искажения истории, а следовательно и управления массами является обыкновенное замалчивание. Придраться к манипуляторам формального повода не возникает. И правда, никто же ничего не искажает, не фальсифицирует и даже не скрывает. Пожалуйста, вот смотрите, все в открытом доступе. И тем не менее, такое замалчивание достигает цели куда более эффективнее любой подделки. Смотрите, что получается. Из года в год нам твердят о том, что технологии развиваются по возрастающей, от примитивного к более сложному. Поэтому развитие советской науки достигло в определенный момент такого высокого уровня, когда появилась возможность создания первой в мире ракетной системы залпового огня БМ-13 «Катюша». Все, этого достаточно для того, чтобы 99,9% населения пребывали в полной уверенности в том, что ракета как снаряд, использующий для полета реактивную тягу, это достижение современности и ранее Второй мировой войны существовать не мог в принципе. Ведь раньше даже теории реактивного движения не существовало. И никому не приходит в голову задать вопрос о том, как могло произойти, что теория реактивного движения не существовала, а понятие «ракета» присутствует в словаре Владимира Ивановича Даля, изданного еще в 1863 году. Посмотрим, как Даль толкует это слово. «Ракета. Ракетка. Точка. Трубка. Гильза. Набитая пороховую мякотью. С оставлением внизу пустоты. В виде бутылочного дна. В голову трубки кладется заряд пороха, шланг, звездочки и прочее. А к пятке подвязывается хвост. Подпаленная снизу ракета взлетает на воздух и там лопается. Эта ракета потешная, но есть и зажигательные, и боевые, мечущие гранаты и прочее. Ракеточный состав. Ракетный станок, с которого пускают ракеты. Ракетная батарея, рота, ракетчик, ракетный мастер. Не складывается, а ведь книга Александра Дмитриевича «Засятку» о деле ракет зажигательных и рикошетных была опубликована ровно 200 лет назад, в 1817 году. И это, заметим, когда данный вид вооружений уже был рассекречен. Следовательно, само по себе ракетное оружие было изобретено значительно раньше. А ведь 1817 год вошел в историю как год начала малого ледникового периода в Европе. Как три года не наступало лето, замерзло Черное и Азовское море, Босфор, каналы Венеции и Амстердама. Когда от голода и холода погибло народа не счесть. Случайное ли это совпадение или появление ракетного оружия могло способствовать наступлению этих событий? А сегодня говорят, что Вернер фон Браун – отец ракетной техники. Ну ладно, были еще наши коммунистические герои – Кибальчич, Цандер, Циолковский, Якир с Тухачевским, наконец Артемьев, Гвай и Шварц. Но вдумайтесь, монография опубликована в 1817 году. Разбираюсь дальше. Оказывается, что это не изобретение. Это практическое руководство ведения боевых действий с применением ракетной артиллерии, написанное на основе реального боевого опыта. Невероятно. Тем не менее, выясняется, что еще в 1815 году «Засятка» командовал батареей залпового огня. Уже тогда было налажено производство реактивных снарядов трех калибров на специальном ракетном заведении. Завод – почтовый ящик. Для ведения стрельбы была создана установка залпового огня на шесть ракет. Кроме того, «Засятка» лично разработал систему наведения. Дальность составила 2300 метров. А в 1817 году ракеты ложились точно в цель уже на расстоянии, страшно подумать, более шести километров. Да кто же такой этот «Засятка»? Вячеслав Тихонов в роли Штирлица. Случайное сходство? В биографии его сказано, Александр «Засятка» родился в селе Лютенько Годятского округа Полтавской губернии в семье родового казака головного гармаша Запорожской сечи Дмитрия «Засятка». Воспитывался в артиллерийском и инженерном шляхтинском кадетском корпусе, который окончил в 1797 году. Участвовал в итальянском походе Суворова в 1799 году, в русско-турецкой войне 1806-1812 годы, отечественной войне 1812 года, войнах и заграничных походах русской армии 1813-1814 годов, разработанные им ракеты имели дальность полета до 6000 метров, английские ракеты «Конгрива» до 2700 метров. Высчитал, сколько пороха требуется для полета такой ракеты на Луну. В 1820 году руководил учебной артиллерийской бригадой, артиллерийским училищем, артиллерийской лабораторией, Санкт-Петербургским арсеналом и охотницким пороховым заводом. В 1827 году назначен начальником штаба генерал Фельдсейхмейстера. В турецкую кампанию 1828 года командовал осадной артиллерией под Брайловым и Варной. Ракеты при взятии этих крепостей сыграли наиглавнейшую роль. Чин генерала-лейтенанта получил в 1829 году с 1834 года в отставке. Засятка умер в 1837 году в Харькове. Выясняется, что он был не только в ракетах спец, и по установкам ракетным, и систему прицеливания сконструировал. Мало того, он еще вынужден был сконструировать специальную взрывобезопасную пороховую мельницу, орудийный калиброметр, лафет и переносное устройство для перемещения орудий крупных калибров. Произвел целый ряд исследований по изучению свойств металлов и разработал метод многократной отливки орудий из старых, вышедших из употребления. Как видим, это тот самый случай, когда никто ничего не скрывает. Гильза из листового железа. Канал для передачи огня от ракетного состава и сжигательной смеси. Отверстия для выброса горящей смеси. Зажигательная смесь в виде пасты. Колпак. Прослойка из речного ила. Глухой состав. Ракетная пустота. Ракетный состав. Боевые ракеты конструкции АД «Засядка». Вверху зажигательная, внизу гранатная. Граната. Сколько раз эти ракеты применялись во время Отечественной войны 1812 года, доподлинно неизвестно. А вот во время Крымской войны только за первую половину 1828 года по врагу было выпущено 9745 боевых «Нурсов». Во время турецкой кампании 23 установки «Засядка» стерли с лица земли крепость Браилов со всеми, кто в ней находился. А кем же были предки Александра Дмитриевича? И вот тут-то обнаружились новые сюрпризы. Род «Засядка» испокон веку вел родословную от запорожских казаков. Александр Дмитриевич знал из рассказов бабушки, что его предок еще в 1515 году под командованием атамана Ружинского камня на камне не оставили от крепости близ современного Белгорода в Европе именно боевыми ракетами. Начало 16 века. Сказка, да? Нет. Но и это оказывается не все. Яркий след в становлении ракетной артиллерии Российской империи оставил еще один незаслуженно забытый инженер Константин Иванович Константинов. Русский ученый и изобретатель в области артиллерии, ракетной техники, приборостроения и автоматики. Генерал-лейтенант-артиллерист Константинов изобрел один из первых электробаллистических приборов 1844 год и предложил прицел для навесной стрельбы из гладкоствольных орудий. В 1849 году он был назначен начальником Охтинского капсюльного заведения, а вскоре командиром Санкт-Петербургского ракетного завода. Слышали о Ленинградском ракетном заводе? Вот я нет. Форт Константин в Кронштадте. Так, между прочим, назван в честь генерала Константинова, а вовсе не в честь брата императора, чтобы вы знали. В дальнейшем деятельность Константинова была почти исключительно посвящена улучшению боевых ракет и разным усовершенствованиям в потешной пиротехнике. Он разработал проект Николаевского ракетного завода и в 1859 году был назначен начальником этого завода. Станок для запуска ракет конструкции Константинова В марте 1829 года ракетами конструкции «Засятка» вооружаются корабли Дунайской военной флотилии. Этим было положено начало внедрению ракетного оружия в военно-морском флоте, чему способствовала записка о внедрении и употреблении боевых ракет на флоте. Автором записки являлся полковник Константинов. Ракетный взвод Семиреченского казачьего войска около 1891 года В упомянутой записке он указывал, ракеты, которые при действии сгребных судов могли бы быть полезны, не должны быть менее 4 дюймов в диаметре и 2 футов длины. Они снабжаются брандкугелями или другим каким-либо снарядом с начинкой разрывного или зажигательного состава. Пусковые трубы для этих ракет имели в длину 5 футов и позволяли вести стрельбу с оставлением грибцов на своих местах. Но и это еще не все. Самое поразительное открытие ждало меня впереди. Первый в мире подводный ракетный старт состоялся на Неве выше Санкт-Петербурга еще при жизни Александра Сергеевича Пушкина. Таким образом, есть все основания считать создание ракетных подводных лодок заслугой русских изобретателей. Это просто невероятно. Сначала поражаешься, что ракетные артиллерии как минимум на 120 лет больше, чем принято считать, а потом выясняется, что они приняты на вооружение уже во время существования первой подводной лодки. Но ведь Жюля верно называет фантастом, предсказавшим создание подводной лодки. Как можно предсказать то, что уже было создано за 35 лет до самого предсказания? Цитата из Википедии. Первый удачный старт ракет из-под воды был осуществлен в России 29 августа 1834 года на Неве в 40 верстах выше Санкт-Петербурга В присутствии Николая I с экспериментальной подводной лодки конструкции К.А. Шильдера запускались четырехдюймовые зажигательные ракеты, уничтожившие несколько учебных целей – парусных шалант на якорях. Систему запуска ракет разработал подпоручик Санкт-Петербургского ракетного заведения П.П. Ковалевский. Он же управлял запуском ракет на испытаниях. Оказывается, что ракеты «Засядька» запускали из подводного положения из субмарины Шильдера. Карл Андреевич Шильдер родился в 1785 году в деревне Семаново, ныне Невельского района Псковской области. Среднее образование получил в Московском благородном университетском пансионе. В 1803 году был зачислен в школу колонновожатых при депо «Свиты царя». В 1805 году был в сражении при Аустерлице. Обратив на себя внимание графа Оппермана, в 1811 году командирован им на работы по расширению крепости в Бобруйске. Затем участвовал в обороне последней во время блокады ее польскими войсками в 1812 году. В 13-м был переведен в 1-й саперский батальон, где и служил до 1818 года, когда по семейным обстоятельствам вышел в отставку подполковником. Но в 1820 году по приглашению великого князя Николая Павловича вновь поступил на службу командиром 2-го пионерного батальона. А в 1826 году Шильдер назначен командующим лейб-гвардией саперным батальоном, с которым выступил в турецкий поход в 1828 году. Выходит, что в первой половине 19-го века уже использовалось то, что мы приписываем достижениям 20-го века. Возникает закономерный вопрос, о чем нам еще забыли рассказать? Особенно если посмотреть на старинные гравюры, иллюстрирующие подвиги Александра Македонского. Македонский изучает предмет, упавший в огороде. Комментарии Ищи Щенщите Эко Невидаль Общеизвестный факт – ракетное оружие на практической основе успешно развивалось со средних веков вплоть до середины 19-го века. Его знали на Дальнем Востоке Индии, Китае, Европе, США. Оттуда строка о ракетах в ихнем гимне. Наполеон ракетами целый город спалил. Молоток Меркадера Гибридов на территории Китая, Индии и других восточных стран только в конце 19-го века наштамповали, как, впрочем, и североамериканский континент заселили примерно в то же самое время. Так что, когда там ихний гимн написал, еще бабушка надвое сказала. А история о якобы изобретении пороха в Китае, что в Китае айфон изобрели. Ищи Щенщите Вы полагаете, история вовсе не та, что нам известно? Я так не думаю. Конечно, есть искажения, порой конъюнктурные подтасовки, но, уверен, в целом официальная история мира близка к реальной истории. Все идеи в духе Фоменко мне кажутся ошибочными. АЛХ Кто-то из искателей рассматривал книгу о ракетном деле, относящуюся к 1650 году примерно. Олег Саратовский Статья автора говорит о том, что историю ракет он изучал по газетным статьям, посиживая на унитазе. Для желающих ознакомиться с этим искусством, предлагаю ознакомиться с историей изобретения пороха, так как он был изобретен с целью запуска ракет. Молоток Меркадера А порох, небось, в Китае изобрели пять тыдыщ лет назад. Да. Валерий Мартюшев А нам уши натирают, что стреляли чугунными ядрами и щи лаптем хлебали. Александр Бобровский Армия не знала лучшего офицера, дуэлянты страшились лучшей шпаги Российской империи. Женщины сходили с ума по красавцу-атлету, который ломал по две подковы разом и был вхож к императорам. Александр Засятко, кавалер высших боевых орденов, герой сражений, стал создателем ракетного оружия и теории реактивной тяги. Один лишь залп его ракетных орудий привел к победному окончанию русско-турецкой войны. Вова Бобр Когда-то в СССР в журнале «Вокруг света» прочел статью о ракетах, установленных на треногах и используемые стрельцами. Если правильно помню, было это при Петре Первом. Бор Что такое истинное искусство? Когда и почему нам подменили искусство и культуру? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно заглянуть в 19-е столетие и узнать, какая же самая скрываемая катастрофа постигла человечество. На видео и фото хроники 19 века вы увидите трамваи без проводов, великолепнейшую архитектуру, театры и соборы, в которых заложены сложнейшие элементы конструкций по использованию атмосферного электричества и беспроводной связи, выходящей за пределы Земли. И кем? И это тогда, когда, согласно официальной истории, люди якобы жили при свечах. Мы и сегодня не имеем таких технологий, такой цивилизации, красоты и великолепия. Мы понятия не имеем, что было в 19 веке, какими были Питер, Москва, Нью-Йорк, мир в целом. Вся общепринятая официальная история о нашем прошлом, об искусствах, культуре, науке, религиях, театрах – это ложь, призванная скрыть от людей, что же произошло в 19-м столетии. Какая была жизнь, люди и общество, чтобы люди ни в коем случае не проснулись, не вышли из-под контроля и не вернули себе то, что они потеряли – счастье, красоту, долголетие, благосостояние, свободу, знания, уникальнейшие способности и управление своим телом, процессами, регенерации и многое другое.